Продолжение следует... Аллилуйя! Слово Божье дало нам власть благословлять. Не только быть благословленными, но мы благословлены, чтобы быть благословением. И это больше, чем просто слова «Да благословит вас Господь». Понимаете? Это включает в себя намного больше, чем слова, которые вы говорите, когда человек чихает. Будьте благословлены. Намного больше. Очень важно, что это должно стать реальностью в нашей жизни. Что благословение Господне... Благословение Господне — это все для Бога. Для Бога это все. И мы сегодня поговорим об этом еще. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя и прославляем. И благодарим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Мы вкладываем это слово в свои уста, и мы провозглашаем его во имя Иисуса. Ты первый произнес свое слово, и мы повторяем его за Тобой. Мы высвобождаем нашу веру, чтобы принять стократный урожай в отношении посеянного семени. Чтобы продолжать быть добрыми и щедрыми в Царстве Божьем. И мы благодарим Тебя за это. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это. Во имя Иисуса. Слава Богу. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Я хочу очень быстро Вам кое-что показать. Пятая глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, люди теснились, чтобы слышать Слово Божье. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Эти рыболовы не теснились, чтобы услышать Слово Божье. Оно до них лишь доносилось. Они работали. До этого они работали всю ночь, а теперь они вычищали свои сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Заметьте, «Сети» во множественном числе. «Сети». Скажите «сети». Не «сеть», а «сети». Вы поняли? Хорошо. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но, по слову твоему, закину сеть. «Сеть». А теперь внимательно слушайте. Иисус все время действовал в благословении Авраамовым. В 10 главе книги притчи сказано, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». А теперь уделите время тому, чтобы открыть сноски к Писанию или посмотреть симфонии слово «трудиться». Это то же самое слово, что и «печаль» в 10 главе книги притч. «Трудиться, чтобы выжить» было первым проклятием, которое пришло на человека, что он будет есть хлеб в поте лица. Но для народа Божьего эти дни закончились тысячи лет назад. Но прислушайте, что говорят люди. «Я зарабатываю на жизнь». «Я зарабатываю деньги». «Я организовываю сделки». «Я человек, создавший сам себя». Что ж, это вавилонская система и образ мышления. «Благословение Господне обогащает». Не закрывайте это место и откройте 72-й Псалом. Да, 72-й Псалом и 12-й стих. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём». Как они благоденствуют? В веки сём. Они не благоденствуют в Боге. Это не благоденствие Господне дает им процветание. Они процветают в этом мире. Они процветают. Но они процветают в этом мире. Умножают богатство. Хорошо. А сейчас откройте 10-ю главу книги притчи. Ещё раз. И прочитайте 22-й стих. «Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит». Оно не приносит с собой тяжёлого труда в поте лица. В благословении нет печали. Почему Бог так поступает? Он взял на себя наши печали и понёс наши боли. Хорошо, вернёмся к истории из 5-й главы Евангелия от Луки. Одним из тех рыбаков был Пётр. И Пётр владел половиной этого бизнеса. Он и Завидей были партнёрами в рыболовном бизнесе. И у Завидея было два сына Иоанн и Иаков. Им следовало бы знать, если бы они в синагогах проповедовали о благословении Авраамовым, а не о человеческих традициях и религии, они бы знали кое-что получше, чем то, что они делали. Но они просто плавали, чтобы ловить рыбу, так как это делают в мире. Они трудились в поте лица. Пётр сказал, мы трудились всю ночь, и мы ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Он не сказал, я буду действовать по твоему слову, потому что ты сын Божий. Для него он ещё не был сыном Божиим. Он был проповедником, раввином, он назвал его Рави. В синодальном переводе Библии сказано наставник, но он назвал Иисуса Рави. Он уважал Иисуса, но всё же он трудился всю ночь и ничего не поймал. Он профессиональный рыбак, и он знает, что на озере нельзя ловить рыбу днём, потому что вода прозрачна, как в ванне, она такая чистая, что если закинуть сеть, рыба увидит её прежде, чем сеть коснётся воды. Это просто её распугает, поэтому нужно ловить рыбу ночью. Но они всё равно ничего не поймали. И в конце концов, что знает этот Рави о ловле рыбы? Некоторые Равина знают, некоторые нет, но этот Равин не должен знать о ловле рыбы. Он знает о благословении. Он знает рыбу. Он не знает о рыбе. Он знает рыбу. И Пётр думает, что знает, что произойдёт, исходя из своего опыта. Иисус знает, что произойдёт, потому что это было открыто Ему Духом Святым. Вы можете действовать на одной из сторон. Вы можете оставаться во тьме и продолжать действовать, исходя из своего опыта. Или же вы можете перейти на другую сторону и быть ведомыми Духом Божьим, как был ведом Иисус. Аминь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что произошло. Верните скивангелие от Луки. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Только потому, что ты хочешь, я закину сеть. Подождите минутку. Они, выйдя из лодок, вымывали сети. Запомните это. Сделав это, они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась. Почему? Она была гнилой. Ее уже нужно было выбрасывать. Петр все равно не рассчитывал на улов. Я отплыву с этим проповедником на середину озера, несколько раз заброшу сеть, удовлетворю его желание порыбачить, он хорошо проведет время, я вернусь и заброшу эту старую износившуюся сеть под сиденье в лодке. Я не хочу брать хорошую сеть и забрасывать ее. Мне придется снова ее мыть. Я не спал всю ночь. Мама уже приготовила завтрак, и я направляюсь домой. Аминь. Но Петра ждал сюрприз. Вся рыба в Галилее собралась к его лодке, а у него не было нормальной сети. И та сеть порвалась не из-за чуда. Эти сети были сделаны не для того, чтобы рваться. В Слове Божьем есть другие случаи, например, в Евангелии Таана, когда они поймали много рыбы так, что не могли вытащить сети, но они не прорывались. А как насчет других сетей? Те другие люди подплыли и наполнили свои лодки, включая лодку Петра. Почему их сети не порвались? Они увидели, что произошло, и взяли хорошие сети, даже если их придется снова мыть. Завтрак может подождать. Вы видите, что здесь происходит? Он прекрасно знал. Петр прекрасно знал, что нельзя приносить человеку Божьему жертву с пороком. Он прекрасно это знал. Он еврей. Он прекрасно это знает. Именно поэтому, сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки. Так что они начинали тонуть. сеть не прорвалась. На этот раз сети были хорошие. Но, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он знал, что сделал, и это его задело, и он почувствовал осуждение за это. Но Иисус ничего не сказал ему. Он просто стоял и смеялся. Он не мог пасть к ногам Иисуса. Ноги Иисуса были покрыты рыбой. Петр припал к его коленям, и рыба била его по лицу, и бедный Петр не поймал ни рыбины. Это был самый большой улов в истории Галилеи, но он ни одной рыбины не поймал. Отойди от меня, я так поступил, я принес глупую жертву, я забросил эту сеть с пороком, пытаясь одурачить человека Божьего. О, это мучило Петра. В хорошем смысле это его мучило. А Иисус стоял там, улыбаясь, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Разве вы не видите улыбку на его лице? Иисус стоит там и смеется, как Петра по лицу хлещут рыбы. А Петр расстроен. Ему обидно. Аминь. А Господь утешает его. Но Петр все равно не поймал ни одной рыбы. Он по грудь в рыбе и не поймал ни одной из них. Почему? Потому что его пожертвование, то, что он сделал, было плохим. Что здесь происходит? его труд был основан на страхе. Он трудился всю ночь и ничего не поймал. И он отгонял эту рыбу. Но когда высвободилось благословение, оно привлекло множество рыбы. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аллилуйя. Вы же не думаете, что они съели всю ту рыбу, не так ли? Вы понимаете, что те иудеи были в рыбном бизнесе. Существовал рыбный рынок. И те люди тогда преуспели. Почему? Потому что благословение Авраамова на Иисусе было высвобождено в их жизнь. Почему? Потому что Иисус использовал лодку того человека по имени Петр. Это было хорошее пожертвование. Просто Петр не понял, что это было. Но Иисус использовал его лодку. И Петр согласился с этим. И тогда Иисус пошел дальше и сказал, закинь свои сети. А Петр закинул одну, всю порванную на куски. И потом Петр начал кричать. Он звал своих друзей. Сюда, 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 быстро, сюда. Они приплыли и оказались прямо в гуще рыбы. И даже лодки начали тонуть. Вот сколько было рыбы. Пришлось ли им много трудиться в поте лица? Не они трудились, брат. Они ловили рыбу. Нет, тяжелого труда в поте лица не было. Не было. У всех на лицах была улыбка. Это было время урожая в Галилее. Аллилуйя. Вы семья Аврамова. Через Христа Иисуса. Восклицайте. Благодарение Богу за Его милость. Можете присаживаться. Слава Богу. Аллилуйя. Что за время? В девятой главе второго послания Коринфянам есть стих. Два стиха. Смысл которых люди недопонимают. Мы большое внимание уделяем и много думаем о том, что при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет чедро, тот чедро и пожнет. «Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, что вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Он говорит о благодати, о которой речь идет в восьмой главе. А как вы изобилуете всем верой, словом, познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам или любовью вашей к служению, так изобилуете и сей добродетелью. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. А теперь вернитесь, пожалуйста, со мной к 9-й главе, к 10-му, 11-му и 12-му стихам. Здесь видна и причина, и цель, и следствие. 9-й стих, как написано, в 9-м, 10-м, 11-м и 12-м стихах, он цитирует 11-й псалом. Он расточил, раздал нищим, правда или праведность его пребывает вовеки. Я очень долго говорил об этом неправильно. И Господь, наверное, он догадался, что я сам этого никогда не исправлю, поэтому Он взялся за меня. Он не набросился на меня, Он очень мягко говорил мне об этом, но Он не давал мне покоя. Мы заключили с Ним такое соглашение. Он не будет этого делать, если вы не пригласите его. И я попросил его еще 40 лет назад. Каждый раз, когда я буду своими устами произносить какие-то слова неверия, каждый раз, когда у меня будут возникать мысли неверия, перебивай ход моих мыслей, перебивай меня, когда я буду говорить, даже если я буду с кем-то разговаривать, проповедовать, что бы я ни делал, просто подтолкни и останови меня, чтобы я сразу же это изменил. Если ты не будешь это делать, ответственность за это будет на тебе. И Бог сказал, я буду это делать. Он исправлял меня прямо в супермаркетах. Однажды я накричал на одного из моих детей, находясь в аптеке. И Господь сказал, покайся в этом. Я сказал, да, Господь, прости меня. Я сказал, как только мы приедем домой. Нет, сказал он, ты сказал, это не дома. Ты сказал, это в этой аптеке, поэтому позови его и скажи ему, это глядя прямо в глаза. Покайся и попроси у него прощения. Ты сказал, это в магазине и попроси у него прощения в магазине. Я сказал, слушаюсь. Я пошел, привел туда Джона и сказал, Джон, мне нужно извиниться перед неправильно. Я напомнил ему об этом и сказал, почему это было неправильно. Мне не следовало этого говорить. И я покаялся перед Богом и сказал, а теперь я прошу прощения у тебя, сынок. И он подскочил, обнял меня за шею и сказал, а я прощаю тебя, папа. Все это я рассказываю к тому, что Господь работает со мной над такими вещами. И он остановил меня. И я сказал, читая второе послание Коринфянам, Господь дает семя сеющему и хлеб в пищу. и Господь остановил меня и сказал, я сказал не так. Ты не говорил, что даешь хлеб в пищу и семя сеющему? Он сказал, нет, не говорил. Я знал, где это написано. Я схватил свою Библию и сказал, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Я сказал, да, ты так сказал. Нет, сказал им. Я это не говорил. В оригинале сказано, я передаю семя сеющему. Так вот, что здесь сказано, прости меня, передающий, служащий семенем, сеющему и хлебом в пищу. Он ничего не говорил о хлебе для голодных или для бедных. Он сказал, передающий, обеспечивающий семенем сеющего ваше посеянное семя. И хлеб в пищу, вам в пищу, он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды или праведности вашей. Бог обеспечивает семенем. Он передает семя. Он первосвященник. И это слово переводится как священник. Он первосвященник. Мы цари и священники для нашего Бога. И когда Он благословлял и разламывал те хлеба и рыбки, то Сам Он их не раздавал. Он передавал их через свое служение, через своих учеников. Чудо произошло в их руках и был избыток. Но вы же не думаете, что они раздали всю еду, а сами не поели. Конечно, они тоже поели. Иисус накормил и их. И вот в чем суть. Вот что так важно в этом. Вот где мы это упускали. И я хочу сделать на этом акцент сегодня. Господь попросил меня это сделать. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Подождите минутку. Как появляется эта щедрость? Он силен обогатить вас всякой благодатью. Но как он намеревается это сделать? Руками его служителей. То есть нас с вами. Тело Христово. Он передает семя сеющему для дела служения. так, вы всем богаты были на всякую щедрость. Всякую щедрость, которая, подчеркните это, вам это необходимо, которая через нас производит благодарение Богу. Вы становитесь инструментом в Божьих руках, который приносит благодарение Богу. Если вы посеете в чью-то жизнь, скажу вам, вы сразу же откроете в этих людях благодарность Богу. Люди будут восклицать и восхвалять Бога. Мне не нужна слава за это. Мне не нужно, чтобы мое имя было написано на вашем здании. Я бы предпочел, чтобы его не было. Но мне нравится слышать, как вы благодарите Бога, потому что я присоединяюсь к вам и тоже начинаю благодарить Бога. И чем больше я благодарю Бога, тем больше благодати течет ко мне на всякую щедрость. Что происходит? Мы вместе избыточествуем. Вы понимаете, как важен этот стих? Производит благодарение Богу. Аллилуйя. Помогайте кому-то в трудные времена, ибо видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемую вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, моляя за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божью. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. О, это восхитительно. Отец, мы верим Тебе. Твое слово проповедуется по всем странам, и мы воздаем Тебе хвалу, и мы благодарим и почитаем Тебя. И мы высвобождаем нашу веру о том, что Твое слово распространяется и изменяет жизнь людей, изменяет обстоятельства, изменяет страны, останавливает действия дьявола, изгоняет его и приносит живую любовь Божью повсюду. О, мы благодарим Тебя за это. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это. И мы поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем сесть, обернитесь и благословите кого-то. Улыбнитесь так широко, как вы только можете. Слава Богу! Аминь. Я хочу, чтобы сегодня вы открыли вместе со мной Библию на 10-й главе Евангелия от Марка. Этот стих, а фактически вся 10-я глава Евангелия от Марка полностью изменила наш с Глорией образ мышления. Евангелие от Марка 10-я глава 17-й стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Иисус упомянул только 6 из 10. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, он посмотрел на него. Он не просто стоял и смотрел на него, это было нечто большее. Он заглянул в него. Он смотрел прямо в его сердце. Иисус по-настоящему посмотрел на этого человека и возлюбил его. Так что это было сказано на основании любви. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Аллилуйя. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье». Ученики ужаснулись от слов Его. «Знаете почему? Разве никто из них не был бедным? Помните, Петр, Иоанн и Аков были партнерами в рыбном бизнесе. Матфей Мытарь очень богатый человек, которого никто не любил. Он был евреем, но работал на Рим и был очень богатым человеком. Я могу продолжать по всему списку. И все они были удивлены этой фразой. Их взволновала одна вещь. И Петр собирался спросить об этом. Они все слышали, как Иисус уже говорил об этом. Этому человеку он сказал то же самое, только немного по-другому. «Я хочу, чтобы ты продал». Почему Иисус так ему сказал? Он ставил этого человека в такое положение, чтобы дать ему процветание. Но затем он сказал, следуй за мной. А что же он сказал другим? Не берите даже запасной верхней одежды. Не берите с умы перемену одежды. И вы можете сказать, видите, брат Копланд, он хотел, чтобы они все были бедными. Видите, брат Копланд? Нет, подождите минутку. Не изменяйте слово Божье своей религией. Нет, нет. В Евангелии от Луки он собрал их всех вместе, в самом конце, перед тем, как он пошел на крест. И он сказал, позвольте мне кое о чем вас спросить, вы в чем-либо нуждались? Они ответили, нет, Господь, мы ни в чем не нуждались. Зачем Иисус спросил их об этом? Он сказал, смотрите, вы будете работать на меня. Не берите ничего, я обеспечу вас, я позабочусь о вас. И он позаботился обо всех них таким способом, о котором они никогда раньше не слышали, на более высоком уровне, чем они когда-либо видели. И они все слышали то, что он сказал тому человеку, тому богатому юноше. А человек в его команде, который всех подвел, был его казначеем, он был директором служения. Ему были доверены деньги. И он не знал, что Иисус знает. Но на последней вечере вы можете видеть кое-что об Иисусе. Вы можете кое-что понять об Иисусе. Вы узнаете о его образе действий. Иисус разговаривал с Иудой, но еще до того, как все разошлись, было поздно, уже наступила ночь, Иуда встал и вышел из горницы посреди ночи. А ученики подумали, что он пошел раздавать бедным. Какая же у человека должна быть репутация даятеля, чтобы в такой ситуации посреди ночи, когда он говорит что-то казначею, остальные ученики не знали, что Иуда крадет, но Иисус знал. И когда казначей встает и выходит, ученики думают, что он собирается идти раздавать деньги бедным. Очевидно, что Иисус уже делал подобное посреди ночи и раньше. Аминь. Но вы готовы к этому? Я хочу вам кое-что сказать. это захватывающе. Это восхитительно. Если бы тот человек согласился, я убежден в этом в своем сердце, если бы богатый юноша сказал, да, Господь, я это сделаю, по слову твоему, я продам все, что у меня есть и раздам это нищим. Иисус уже ему сказал, приходи и следуй за мной. И вот тогда мы по-настоящему будем раздавать бедным, нищим. Мы по-настоящему будем сеять в работу Божью. Фактически Иисус предложил богатому юноше апостольство. И я убежден, что он был заменой Иуде. И богатый юноша упустил эту возможность. Хорошо. Ученики ужаснулись. Группа бедняков сказала бы, видите, я же говорил, этим богатеям не попасть сюда. Они не смогут, только мы это можем. Нет, они ужаснулись и сказали, как же кто-то из нас может спастись? Кто же может спастись? И что ответил Иисус? Давайте вспомним, что произошло с богатым юношей. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Это еще больше поразило их. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ. Дети. Почему Он назвал их дети? Они поступали, как маленькие дети. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. О чем Он говорит? Царство Божье? Что такое Царство Божье? То, как и что делает Бог. А как Бог действует? Совсем не так, как действует этот мир. Так как же они могут начать действовать в Божьем образе действия? Они же чрезвычайно изумлялись. Это действительно задело их. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой. Кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой. Мы все оставили. Они оставили самый большой улов рыбы в истории Галилеи. Они оставили все. Они оставили свое богатство. Вы знаете, что во время раскопок нашли дом Петра? Нашли фундамент этого дома и все, что осталось от его дома. И сказали, знаете, этот дом является домом богатого человека. У меня нет времени углубляться в это. Хорошо. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, скажите никого. Никого. Когда я впервые это увидел, я сказал, «Слава Богу!» Никого. Я никто. Значит, это включает и меня. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и Евангелия и не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель. Когда придет силы Божьи и вы начнете получать стократный урожай, а мы читали об этом в 111-м псалме, то гарантирую вам, найдутся люди, которые будут скрижетать зубами, и они будут кричать и вопить. Придут гонения. Иисус сообщает вам, что гонения придут, так что двигайтесь вперед и будьте готовы к ним. Вы в благословении и все свои заботы возложите на Господа, когда они начнут отвратительно и ужасно отзываться о вас. Просто скажите им, да, но у меня все равно есть стократный урожай. Вы можете посмотреть на них и сказать, я хочу, чтобы вы знали, я свободен от забот, и меня меньше всего заботит то, что вы обо мне говорите, и меня меньше всего заботит ваше гонение. Даже не могу вам передать, как мне это безразлично. И пока вы поддерживаете такое отношение, ваш стократный урожай продолжает расти. Почему? Потому что Бог может доверить это вам. Он знает, что вы с этим сделаете. Здравствуйте, мы, Кеннет и Глория Копланд, с днем благодарения вас. Да, аминь. С днем благодарения, Глория. Слава Богу. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя сильнее, чем когда я раньше. Я тоже за тебя благодарна. Действительно? Аллилуйя. Да, ты благословение. Я так благодарен за то, что Бог свел нас вместе. О, я тоже. Мы были нужны друг другу. Одно дело быть благодарным и признательным за то, что имеешь, но это лишь основа для благодарения. Но есть нечто более сильное и намного более важное под этой поверхностью, потому что это подсоединяет вас к благословению Авраама. просто подсоединяет вас к благословению Авраама. верно. Отец Небесный, мы благодарим тебя за твое слово сегодня, и мы воздаем тебе благодарение. Мы так признательны за то, что ты послал Иисуса освободить нас от греха, болезни, бесов, страха. Но не только это. Ты послал свое слово. Ты дал нам твоего Святого Духа, чтобы Он жил в нас. Ты даровал нам сверхъестественный язык для молитвы, который дьявол не может понять. О, мы так восхваляем тебя сегодня. Спасибо, Господь. На этой передаче мы получаем откровение с небес. Спасибо. Аминь. Аминь. Существует связь, как, например, в 4 главе послания к филиппийцам. вы молитесь, но затем Иисус сказал в Евангелии от Марка, «Когда молитесь, верьте, что получите и будет вам». Так что вы верите, что получаете. А как оставаться подсоединенными к вере? Соединенными с верой? Если вы отсоединитесь от веры, вы отсоединитесь от силы, которая все это осуществляет, и тогда все остановится, а потом все пойдет в обратном порядке. Как вы остаетесь соединенными? Молиться ли об этом завтра еще раз? Нет. Я уже поверил, что получил это, когда молился сейчас. Так в чем же ключ? Как мне оставаться соединенным с верой, поддерживать свою веру на должном уровне, поддерживать свою веру против той горы? Как мне исправлять мои слова? О, такое впечатление, будто ничего не происходит. Нет, 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 замолчите, нет, нет, нет. Не позволяйте никакому гнилому слову исходить из уст ваших, а только то, что благословляет, только благодарение. Не позволяйте горьким словам исходить из ваших уст, а только пусть благодарение выходит из ваших уст. Это будет контролировать ваши слова, ваш разговор, это будет контролировать ваш разум. Благодаря Бога, вы не только благодарите Бога, и вы уже заблокировали вход всему остальному. И вот местописание в отношении этого. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем». Это слово «заботиться» означает «беспокоиться», «волноваться». «Не волнуйтесь ни о чем». После окончания передачи вы можете поискать другие переводы этого местописания. Если здесь сказано «не волноваться» или «не бояться ничего», то это не просто предложение, это приказ. Если вы будете волноваться об этом, вам придется отсоединиться от вашей веры. Но если вы будете... Я покажу вам это через минуту. Господь показал мне, как вам показать это сегодня. Не беспокойтесь, не заботьтесь, не волнуйтесь, но всегда в молитве. Верьте, что вы получаете, и у вас это будет. Молитесь, верьте, что получаете, и... Прошение? Приносите это перед Богом и стойте на основании Слова Божьего. «Связывайте дьявола и приходите с молитвой и прошением...» Прошением? «К престолу благодати». Кладите на алтарь вашу проблему и оставляйте ее там. Вы перекладываете свои заботы на Бога. И обратите внимание на конец этого стиха. «С благодарением открывайте свои желания перед Богом». В греческом переводе здесь сказано «Не заботьтесь ни о чем, молитесь, представляйте ваши проблемы Господу». Но затем сказано «С благодарением сообщайте свои просьбы Богу». Итак, я не отделяюсь от Него. Я не собираюсь повторять еще раз мою молитву. Я не собираюсь сделать это каждый день. Я не забираю мое прошение с алтаря, волнуюсь. Я напоминаю себе о том обетовании насчет молитвы, в котором сказано, что у меня это будет. Хорошо? Если Иисус сказал, что у меня это будет, то это конец разговора. Все, это мое. Вера все изменяет, а беспокойство никогда ничего не изменяет. Размышление никогда ничего не изменяет. Беспокойное размышление высвобождает страх, отделяющий вас от духа веры и соединяющий вас с духом страха, то есть самим дьяволом. Так что я делаю? Я молюсь. Я говорю, Господь, я хочу поблагодарить Тебя за то, что вчера в 4 часа, слава Богу, я применил Слово Божье. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что оно работает. Все работает. Слово Божье работает во мне сейчас. Слово Божье работает в отношении моих финансов. Благословение работает. Аллилуйя. Давайте перейдем к Евангелии от Луки. Можно я прочитаю это в новом живом переводе Библии? Да. Там сказано, не беспокойтесь ни о чем. Ни о чем. Не волнуйтесь об этом. Ты так и сказал. Послушайте, здесь не сказано, не беспокойтесь об этом. Сказано, не делайте этого. Молитесь. Ни о чем не беспокойтесь. Вместо этого молитесь обо всем. Говорите Богу о том, что вам нужно, и благодарите Его за все, что Он сделал. А затем продолжайте благодарить Бога. Мы стойко держимся. Продолжайте воздавать благодарения. Продолжайте молиться. Давай соединим это с тем, что сказал здесь Иисус, Глория. Аллилуйя. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, или о вашей одежде. Он сказал, не беспокойтесь об этом. Не тратьте время в поисках всего этого. А теперь опуститесь к 32 стиху. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Но как привести в действие все это между состоянием, которое называется сейчас, и тем временем, когда проявится то, в чем я нуждаюсь? Отец мой Небесный знает, что я имею нужду во всем этом. Мне не нужно беспокоиться об этом. Мне не нужно переключать свои мысли на это и тратить время на то, чтобы думать об этом. Мне нужно проводить свое время, как сказал Иисус, думая о том, как Бог питает птиц небесных, и как Он заботится о цветах полевых. О верности Божьей. Отвлеките свой разум от системы этого мира. Так вы контролируете свой разум. Когда вы ловите себя на том, что вы думаете об этом, вы останавливаетесь и говорите, «Я знаю, что ты, Господь, знаешь, что я имею нужду во всем этом». Аллилуйя. Я просто благодарю тебя. Я прославляю и благодарю тебя. Слава Богу, я имею нужду во всем этом, но ты восполняешь мои нужды по богатству своему в славе. Я уже помолился, я уже высказал свое прошение, а теперь ты открой мне, что тебе нужно, чтобы было сделано, и я это сделаю. Я не буду думать обо всем этом. Я не буду беспокоиться. И когда вы ложитесь спать, не беспокойтесь и не думайте об этом. В 126-м псалме очень ясно сказано, «Напрасно, вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали». Аминь. Беспокойство, беспокойство. Тяжелый труд. Бог сказал, что Он дает возлюбленному своему сону. Кеннет очень быстро засыпает. Он что-то говорит, и вот он уже спит, отключился. Раньше я совсем не спал. Это правда, я помню. Я ел хлеб печали днем и ночью. Больше ты его не ешь. Я узнал об этом здесь. Я не буду тратить свое время, думая об этом. Благословение работает на меня всю ночь. Бог готовит для меня мой завтрашний день. Аминь. Я не собираюсь тратить все свое время на то, чтобы волноваться. Ты будешь в вере? Я буду в благодарении. Благодарение – это очень сильное оружие веры. Слава Богу. Говорю вам. Вы просто заряжаете свою пушку, когда начинаете воздавать благодарение Богу. И у сатаны нет защиты от этого. Вы начинаете прославлять Бога и поклоняться Ему. Вы настраиваете свой разум на прославление и поклонение. И все время, пока вы это делаете… Вы поддерживаете это в действии. Да. Вы даете Богу место, веру, время. И даете возможность Духу Божьему, Слову Божьему, имени Иисуса, крови Агнца, ангелам Божьим. Но в тот момент, когда вы начинаете беспокоиться, «О, я не знаю, что мне делать», это просто останавливается. И на вас снова наваливается это «Не разбери, хат, сатаны». Ни о чем не беспокойтесь. «Не делайте это, ловите себя на этом». Говорю вам, пока это крепко не утвердится в вас, вам придется заставлять себя это делать. Ваша плоть не знает, что делать. Ваша плоть приучена беспокоиться. Именно это привело Иова к большим проблемам. Он говорил, «Нет мне покоя». Другими словами, он говорил, «Я всю ночь беспокоился за моих детей, а беда все равно пришла». А в тот момент, когда он беспокоился, все было в порядке. Не происходило ничего плохого. Он просто беспокоился. Он просто беспокоился. Что это произойдет? Да. Но он считал себя ответственным родителем из-за того, что беспокоился за своих детей. Но сказано, что он приносил одну и ту же жертву снова, снова, снова и снова. Сказано, что он делал это постоянно. А потом сказал, «Все, чего я боялся, пришло на меня». Почему? Он был подсоединен к этому. А как только вы к этому подсоединяетесь, это будет течь к вам. Он подсоединил себя к этому. Да. В неверии и страхе. Да. А потом вы отсоединяетесь от духа страха и говорите, «Отец Небесный знает, что я имею нужду во всем этом». И я не буду этого бояться. Я просто начинаю прославлять его. И как только вы ловите себя на том, что вы снова переходите на сторону страха, скажите, «Нет, нет, 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 нет». Я прославляю. Я прославляю Бога. Ваша плоть пытается пойти другим путем. Ваш разум доставляет вам неприятности и трудности. Если вам нужно держать Библию перед своими глазами, подвязайтесь с добрым подвигом веры. А покой веры, он дивный в очах наших. Да. Аллилуйя. Слава Богу, вы что-то извлекли из сегодняшней передачи. Глория, я в восторге от свидетельства, которое мы сейчас увидим. Это наш дорогой друг и партнер нашего служения. И они входят в наш садик директоров миссии Каннета Копланда в Австралии. Уже давно, много лет. Да. Наби Салей и его прекрасная, чудесная жена Анджела. Просто замечательная семья. И скажу вам, этот человек рос мусульманином. Но господство Иисуса пришло в его жизнь. И он стал возрастать в слове веры. И начал верить Богу. И то, что Бог сделал для него и через него, это не просто свидетельство, это то, что меняет мир. Бог использует эту семью. И использует Слово Божие в их жизни. И Он сделает это для вас. Он сделает это для каждого. И скажу вам, когда вы поставите Слово Божие на первое место в вашей жизни, результаты будут ошеломляющими, удивительными и потрясающими. Как этого достичь? Таким же способом. Воздавая благодарение Богу. Боже, я так благодарен. Глория, когда у меня были проблемы с диском в позвоночнике, я испытывал ужасную боль. Я понял, что если я начну вслух своими устами благодарить, я уже дошел до того, что говорил, я благодарен за эти деревья. Я благодарен за то, что во дворе растет трава. Я благодарен за то, что другие мои части тела не болят. Я просто благодарен. Благодарен за небеса. Что я должен был делать? Я должен был своими словами контролировать свой разум. Потому что боль — это всепоглощающая мысль. Она атакует ваш разум и ваше тело. Но когда я прославлял и благодарил Бога, боль стихала. И тогда я начинал расслабляться. А она снова возвращалась, поэтому нужно постоянно прославлять. Что я делал? Я помогал местам Писания, которые я представил Богу, работать в своем теле. А мое тело кричало, что оно не исцелено. Оно кричало так громко, что я с трудом слышал свои мысли. Это просто меня переполняло. Но чем больше я прославлял Бога, чем больше я поклонялся посреди всего этого. Надо заставлять себя делать это. С естественной точки зрения, вам не хочется этого делать. Все, чего мне хотелось, — это лечь и заплакать. Но это убьет вас. Но если вы заметите твердую позицию, то знайте, Бог нелицеприятен. Это Его Слово, мои братья и сестры. Аминь. И я остаюсь соединенным с этими местами Писания о исцелении. Я читал эти места Писания вслух каждый день. Я читал небольшую книжку, которую написала Доди Остин, с местами Писания об исцелении, при помощи которых она исцелилась от рака, когда ей сказали, что жить осталось 2-3 недели. Но с того времени прошло уже 30 лет или даже больше. И вот я читал эти места Писания из ее книжки. Я перечитывал ее свидетельство снова и снова. Я вслух читал места Писания об исцелении. И слова, произнесенные вслух, контролируют мысли. Мысли ничего не меняют. Вера все меняет. И это продолжалось и продолжалось. И все начало изменяться. Все заработало. И я уже видел, как Слово Божие начало действовать. Но что, если бы я остановился в этом пути прославления и благодарения Богу? Я бы упустил Слово Божие. И сегодня день благодарения. Ой, я не знаю, что будет с нашей страной. Что произойдет? Отведите свой взгляд от этого. Перестаньте смотреть на это. Иисус Господь над этой страной. И никто у нас это не заберет. Вы меня понимаете? Во имя Иисуса, слава Богу, Вы просто начинаете прославлять Бога. Да, это правда. Иисус Господь над Соединенными Штатами. Он Господь над моим домом. Он Господь над моей страной. Если вы смотрите передачу не в Соединенных Штатах, вам не нужно, чтобы ваше правительство объявило День Благодарения. Мы в Соединенных Штатах благословлены. Вы сами объявите День Благодарения. Аминь. Слава Богу. Это мой День Благодарения. Аминь. Мы вернемся через минуту. Отец, мы благодарим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Мы сегодня приступаем к Твоему Слову с сердцем, полным ожидания. Мы открываем наши сердца, и мы открываем наш разум, ожидая откровения с небес. Слов, которые перемещают небеса на землю. И мы их принимаем. Мы принимаем сегодня Тебя, Дух Святой. Наш руководитель, наш проводник, наш учитель. И мы благодарим Тебя за то, что Ты занимаешь большое место в нас. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это слово. И мы молимся во имя Иисуса. И благодаря этому имени мы в полной мере ожидаем, что каждое слово исполнится, и ни один человек не уйдет отсюда, не почувствовав прикосновения силы живого всемогущего Бога. Ни один, ни один человек в этом зале, ни один человек из тех, кто смотрит нас по интернету, по телевизору, не будет ни одного человека, который не испытает присутствие самого Иисуса и могущественную, потрясающую силу Его помазания. Мы благодарим Тебя за это. Мы верим, что получаем это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте сегодня посмотрим книгу Бытия. Вторая глава книги Бытия. Пятый стих. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Восьмой стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Он насадил в нем все полевые кустарники прежде, чем они появились на земле, всякую траву полевую прежде, чем она выросла на земле. Он взял семена с небес, растения, которые уже были на небесах, принес их на землю, и насадил рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Бог произрастил его. мы знаем из Слова Божьего, что Бог благословил человека благословением теми же словами, той же славой, с помощью которой он сотворил небеса и землю, с помощью которой он сотворил вселенную, эту материальную вселенную, теми же словами, которые он использовал, и тем же уникальным видом славы, которая стала материей. До того времени материи не существовало. И он использовал свою славу. Да будет свет. Это не был солнечный свет, как мы уже говорили. Это не был солнечный свет. Солнечного света не было еще четыре дня. Что это было? Это было высвобождение энергии света. Его слава. И энергия света заключена в центре всего живого в этой материальной вселенной. В каждой живой клетке, в самом ее центре, есть энергия света. От этого все началось. Бог произрастил это. А затем Он благословил человека. И с той же энергией Он сотворил самого человека. Я не говорю о его теле. Его тело было сотворено из праха земного. Я говорю о нем, о его духе. Он появился изнутри Бога. Бог проговорил слова жизни и власти, и человек стал живым, говорящим духом по образу Божьему. А затем Бог благословил его и дал ему такую же силу. Благословение. Благословение Эдемского сада. Эдемское благословение. Это был Эдемский завет Божий между небом и этим человеком. И Он возложил на человека ту же самую силу, с помощью которой Он сотворил все. Ту же самую силу, с помощью которой Он произрастил все живые растения на земле и расширял Эдемский сад, пока Он не покрыл всю планету. И кто знает, что Он задумал после этого. Эта планета должна была стать Эдемским садом для Вселенной. Эдемским садом для всей Вселенной. В Эдемском саду должны были быть еще наихудшие условия, которых когда-либо был человек. Таков был его план. Он не начинал с наилучшего. Он начал все с семени. С самого начала. И это должно было становиться еще лучше, еще более потрясающе, еще более удивительно, намного больше, чем кто-либо мог бы себе представить или мечтать. Никогда еще не приходило на сердце человеку, не видел его глаз, не слышало его ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил в грядущих веках. И то благословение, которое есть сейчас на вас, еще произрастит небесные семена. У вас в распоряжении есть полный мешок небесных семян. Аминь. Я узнал это от епископа Кейта Баттлера. Семя восполнит любую нужду. Вот что так замечательно. Аминь. Все они, особенно все они финансов. Вы найдете это в Библии везде. Мы уже много говорили об этом. Но даже поверхностно не коснулись всего. А в Библии полно таких мест писания. Но причина, почему деньги в этой сфере играют такую роль. Понимаете? Деньги, сами по себе, не являются чем-то живым. Деньги не имеют ценности, пока они не обменены на товары и услуги. Сами по себе деньги не имеют ценности, если к ним не применять страх. Когда они становятся гарантом вашей безопасности, когда они становятся вашим Богом, когда они становятся вашей опорой, я не хочу тратить это, мне это может потом понадобиться. Теперь деньги приобрели ценность. Теперь эта ценность дана им не верой, а страхом. Страхом недостатка. Страхом перед будущим и так далее. И мы можем долго об этом говорить. Вам нужно много времени провести, размышляя над этим. Но истинная ценность денег заключается в том, что они обмениваются на товары и услуги. Так люди зарабатывают деньги. Но Бог не сказал вам зарабатывать деньги не более, чем Он сказал вам зарабатывать ваше спасение. Вы не можете заработать спасение и вы не можете заработать деньги. Спасение дается по милости и благодати. И что бы вы ни делали, где бы вы ни работали, вам следует там находиться, потому что Бог нуждается в вас там, а не потому что вы пытаетесь заработать деньги. Бог позаботится о вас. Он заплатит вам за это намного больше, чем вы этого заслуживаете. Я вам это гарантирую, потому что Он любит вас. Вы семья. Слава Богу. Однако деньги это оболочка семени. Когда вы называете это семя согласно той нужде, которая у вас есть, тогда деньги, в которые вы заключаете это семя, становятся носителем. Вы вкладываете его в это пожертвование. Вы вкладываете его в того человека, о котором проговорил вам Бог, сказав пойти и благословить его, или сделать что-то в его жизни. Тогда деньги становятся носителями. Но если вы не применяете к деньгам Слово Божье, тогда в них еще нет жизни. Это просто куча денег. Это может быть весело, но не более. Но когда вы послушны Богу, когда вы провозглашаете над деньгами Слово жизни, берете их в свои руки и посвящаете их Господу Иисусу Христу, я делаю этот вклад в тебя, Иисус. Ты сделал вклад в меня, и я делаю это в послушании тебе. Используйте Слово Божье над этим семенем. Вкладывайте в него Слово Божье. Бывали случаи, когда я носил с собой пожертвование, и я знал, что я его отдам, но какое-то время носил его с собой. Иисус, слава Богу, я посвящаю этому пожертвованию свою веру. Это пожертвование любви. Благослови его. И тогда, когда вы его отдаете, слава Богу, это уже нечто живое. Эти деньги идут и делают то, что они должны сделать. Они что-то оплачивают или что-то делают, они превращаются в товары и услуги. Деньги, оболочка растворились и превратились в товары и услуги, но Слово Божье это живое. Это живое семя было посеяно. Оно было посеяно. Оно было посеяно. Аминь. И оно не погибнет, пока вы будете поливать его хвалой и благодарением. вы можете вернуться и воскресить семя, которое вы посеяли 40 лет назад и о котором вы уже забыли, дав ему погибнуть. Наверное, я не получил урожая с этого. Воскресите это. У вас есть сила воскрешать мертвых. воскресите это семя. Начните провозглашать обращаться к этому семени. И дайте Господу возможность напомнить вам о семени, которое вы посеяли и о котором вы забыли. Аминь. Аллилуйя. Именно поэтому очень хорошая идея, как сказал брат Джерри Севейл, вести дневник своих пожертвований. Мы с Глорией уже давно записываем все пожертвования. Мы ведем книгу соглашений. Мы соглашаемся насчет чего-то, подписываемся под этим, стоим на основании Слова Божьего и смотрим, как это осуществляется. И не было ни разу, чтобы это не осуществилось. Это происходит настолько часто, что у нас уже нет времени все записывать. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому семя восполнит любую нужду. Вы можете благословлять деньги. Например, вы верите Богу об исцелении. Хорошо, тогда помолитесь, имея в основании места писания об исцелении над этим пожертвованием и посейте его. И верьте Богу о спасении вашей семьи. Прежде всего, вам нужно будет сделать то, что сказано об этом Слове Божьем. Боже, спаси дядю Фреда. Нет, так не получится. Так не начинается духовная молитва. Разве? Нет. Что об этом сказал Иисус? Если вы собираетесь расхитить дом сильного, вы должны сначала связать его. Ты дух, действующий в жизни дяди Фреда. Чтобы удерживать его от истин Божьих, я связываю тебя во имя Иисуса. Прекрати свои действия против него. Затем сказано, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Отец Небесный, ты точно знаешь, кого послушает дядя Фред. Я прошу тебя послать делателей на его пути со словом о его спасении. Я высвобождаю веру в это и я сею это в благодарность за спасение дяди Фреда, за его исцеление и крещение Духом Святым, за то, что главный план открылся ему. Слава Богу. И вы сеете семя. Больше не плачьте и не просите за дядю Фреда. Не убивайте свое семя. Обращайтесь с ним как со спасенным даже когда он сквернословит. Аминь. Да, разговаривайте с ним так, будто он уже спасенный. Разговаривайте с ним так, как вы разговариваете со мной или еще с кем-то и радуйтесь. Почему? У вас в земле есть семя, у вас есть секретная информация. Однажды я молился за то ли брата, то ли дядю одного молодого человека. Как бы то ни было, я молился за него. и через несколько дней он ему позвонил и сказал «Что ты сделал?» Тот ответил «Что ты имеешь ввиду, что я сделал?» Он сказал «За последние две недели все, кого я вижу, рассказывают мне об Иисусе, и я знаю, что это ты что-то сделал». «Что ты сделал?» Он сказал «Один человек даже вручил мне Библию, которая выглядела как газета». Затем он рассмеялся «Он сказал «Ну я тебе скажу». Это сработало, поэтому я тебе и звоню. Я лишь хотел, чтобы ты знал «Я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя». «Что ты сделал?» спросил он. Он знал, что тот что-то сделал, он просто не знал что. Он рассказал, что подобрал человека у дороги, и у него была Библия, которая выглядела как газета. Аминь. Вот о чем мы говорим. Это и есть семя, понимаете? Так что какой бы ни была нужда вашей жизни, назовите свое семя. Я называю это семя свободой от долгов. Я называю это семя оплаченной кредитной карточкой. Я называю это семя исцелением моего сына, моей дочери, моим исцелением. чтобы это ни было. Я называю это семя. Вы понимаете процесс? Аминь. Но обратитесь к Писанию. Не говорите просто «Я называю это семя исцелением». Нет, 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 нет. Обратитесь к местам Писания об исцелении и провозгласите их над этим семенем. Я понятно вам это объяснил? Я говорю вам это потому, что знаю, о чем говорю. Не только теорию и Слова Божьего, но мы с Глорией сами переживали это на практике много, 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 много раз. Аминь. Именно так вы это делаете. Есть одна вещь, которую вы можете сделать. Вы можете приступить к Престолу Божьему с записанным прошением. Мы приходим с прошениями, просьбами и ходатайством. Это разные виды молитв. Вы не молитесь по одному и тому же правилу разными видами молитв. Ходатайство отличается от простой молитвы веры. Прошение это совсем другое. Молитва ходатайства это молитва, в которой вы молитесь за людей, не познавших Бога. Моление или молитва прошения произносится за людей, которые познали Бога. Но, брат Копланд, я не знаю разницы. У вас есть Библия, прочитайте ее. Попросите Господа и он покажет. Обратитесь к Библии и начните изучать это. Попросите Господа «Открой очи моего сердца и покажи мне, как это работает». А потом соберитесь, потому что он это сделает. Он вам покажет. Аминь. И тогда не удивляйтесь, если он призовет вас рассказать об этом еще кому-то и показать ему, как это делать. Аллилуйя. Итак, составьте прошение. Обратитесь к местам Писания, касающихся вашей ситуации. Изложите его перед Господом. Скажите «Отец, вот мое прошение». Это наш небесный дар. Все финансовые вопросы, разрешение которых мы верим Богу, все это свободно от долгов. И здесь указано все, в чем мы нуждаемся. Обратитесь к Слову Божьему относительно этого. Представьте это прошение Господу. Это мое небесное прошение. Это мой небесный дар. Я верю, что получаю это. И подпишитесь под этим. И не меняйте это. А затем посейте свою сель. подпишитесь Субтитры создавал DimaTorzok Да. Я слышал, как люди раздражались и настаивали на том, что нет такого понятия, как сверхъестественная отмена долгов. Вам нужно рассказать об этом Иисусу, потому что Он проповедовал лето Господне благоприятное, то есть юбилейный год, что и было сверхъестественной отменой долгов. Совершенно верно. Бог собирал сверхъестественного урожая для того, чтобы отменить ваши долги и для многого другого. И вот местописание в отношении всего этого. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Господь сказал, сделай пятницу днем пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Зачем? «Сеющий в плоть свою» Или нет, извините, шестой стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Вы слышите Слово Божье. Оно попадает в ваши уши, опускается в ваше сердце. Оно уже там. Но затем вы отвечаете на это, давая и сеяв это. И тогда это Слово пускает корень. Сеятель Слово сеет. А это семя, посеянное в добрую землю, в добрую почву. И вы принимаете его с радостью. Но вы храните его. И вы это делаете с сея. Так что называйте свое семя. Нуждаетесь в исцелении? Назовите это семя исцелением. Нуждаетесь в финансах? Назовите это семя финансами. Если вам нужна сверхъестественная отмена долгов, назовите его именно таким образом. И прочитайте 4 главу Евангелия от Луки. И скажите то же, что сказал Иисус. Дух Господень на Иисусе. Он помазан проповедовать это. Дух Господень на мне, и я помазан принять это. Не отталкивайте Бога в молитве. Не отталкивайте. Высвобождайте свою веру. Да, забудьте все религиозные идеи этого мира. И обратитесь к Слову Божьему. И если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваше пожертвование остается в том регионе, в офис которого вы его посылаете. Во имя Иисуса. Отец, мы принимаем это пожертвование. Спасибо, Господь. И мы высвобождаем нашу веру о стократном урожае для каждого, кто сейчас слышит наш голос. Сверхъестественно. Пойдите на выходные в церковь, слава Богу. Будьте вдохновлены и поделитесь с кем-то Словом Божьим. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которую вы видите на своем экране. Посетите наш сайт в интернете. А пока это Кеннет и Глория Копланд напоминают вам, что Иисус – Господь. Иисус – Господь.